Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Сетевики рассуждают об отношении современного молодого поколения к труду, которое, по их мнению, принципиально отличается от отношения к нему людей более старшего возраста. О различиях подходов к жизни сейчас расскажем. В этот раз на данную тему решил порассуждать активный пользователь соцсетей Кын Кунуров. По данным блогера, молодые люди не очень стремятся в цеха и на ферму, что уже давно стало серьезной проблемой для работодателей и кадровиков. Мы верили, что только упорный труд неизбежно приведет к успеху. Сегодня среди молодежи бытует мнение, что можно много чего добиться, особо не прилагая усилий. Бизнес тяжело, желательно сразу раскрученный с миллионным доходом. Если госслужба, то желательно тепло, светло и сытно. О бесплатной практике можно даже не заговаривать. Сегодня для многих внешний лоск – фактор успешности. Заметно, что у молодежи очень хорошо получается превращать себя в бренды, собирая лайки и увеличивая количество подписчиков. Они научились приукрашивать собственную жизнь снимками в Инстаграм, а вот работать пока не научились. Или не хотят. Хотя, может, прав Джордж Оруэлл, который говорил, что каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее. Как думаете? Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыню, как говорится в пословице. Сознание определяет общество. Они видят вокруг сплошь и рядом только такие примеры, о которых вы говорите. Мы росли и видели, как человек труда достойно живет. У него есть жилье, даже дача. То есть необходимый минимум был. Сейчас упорным трудом не всем под силу этого добиться. Работать не хотят. Это факт. Сейчас, общаясь с молодежью, все больше убеждаешься, что они не задумываются о карьерном росте, трудовом стаже. Им желательно сегодня и сейчас получать больше, отдавать меньше. Я не хочу сказать, что вся молодежь такая, но, наверное, большинство живут мечтами о больших деньгах. Думаю, надо с детства воспитывать любовь к трудолюбию, уважение к профессиям. Государству нужно создавать условия для карьерного продвижения, честного введения и защиты бизнеса от незаконных претензий. Иначе разочарование молодых будет расти. При социализме профессиональный рост был под гос- и партконтролем. Не менее активно в эти дни в Фейсбуке обсуждали тему буллинга в школах и видео с избиением детей с верстниками. Последние ролики в сети подняли среди блогеров вопрос, что мы знаем о том, чем живут наши дети. Каждый первый комментарий под постами с данной темой подтверждает, родители знают или догадываются о травле своих детей в школе, но сделать ничего не могут. Это школа, там учат всему. Знаю людей, подвергавшихся травле. В итоге они психологически сильные и успешные люди. Но это уже ответственность родителей прийти и достучаться до другого родителя или учителя вразумить. Битва должна идти на равных. У меня был такой момент, папа одного ученика наехал на моего сына второклассника. Ничего, потом собрал класс и извинился при всех. Я боялся за своего старшего сына, так как он в садике. Всегда получал по шее и всегда жаловался нам. Я говорил, не хватает сил, возьми стул и стукни. На что он мне сказал, ему же будет больно. Тогда не жалуйся, был мой ответ. Кажется, в сети нарастает движение «Сравни, не молчи», но касающееся буллинга и детской жестокости. Сетевики еще не оправились от увиденного на прошлой неделе видео, где сверстники избили одноклассника, как в столичную группу «Что, где, когда» запостили запись из российского интернет-сегмента, в которой на площадке детского сада толпа малышей избивала девочку, а воспитательница за этим просто наблюдала. Потом они вырастают и уже взрослыми избивают толпой одного, потому что в детстве им не говорили, что этого нельзя делать. Это ужасно. Вот чья эта девочка? Для родителей показаны очень убедительно пробелы в воспитании ребенка. Девочка чересчур опекаема, если в простой ситуации не может самостоятельно встать с земли и отпихнуть другого ребенка от себя, а комплекция ей позволяет. Именно с детсадовских лет идет непрерывная социализация человека, то есть умение жить в обществе. А о детской жестокости написано-переписано. Дети более непосредственно и подчинены инстинктам толпы. Несмертельно. Дети всегда были и будут жестокими. Это психология ребенка. Он не понимает последствия своей жестокости. Надо обязательно строго наказать обидчиков. И не современными методами, а дома по старинке, чтобы знал, что больно и обидно могут сделать и ему. Тут не социализация, тут воспитание по закону джунглей. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть, что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова